Сезон клещей уже открыт. На прогулках, в скверах и отдыхе на природе нужно быть осторожнее. В республике на сегодня зарегистрировано 29 случаев укусов. Из них 15 пришлось на детей, сообщает в инфекционном отделении Ингурской республиканской клинической больницы. Чем для нас опасен клещ? Клещ в его внутренних органах, в его секрете есть опасные для нас вещества. Для нашего региона более или менее, чем для нас. Какие болезни он может вызвать? Это крымскую геморрагическую лихорадку, боролиоз и клещевой энцефалит. На территории России более 40% от общего количества клещей заражены боролиозом, а носителями энцефалита являются более 5%. Симптомы, на первый взгляд, безобидные. Общее недомогание, ломота во всем теле, головная боль. Но если вовремя не оказать помощь, тяжелые последствия не избежать. Клеща нужно очень аккуратно удалять. Если рядом есть травмпункт, куда вы можете поехать, или хирург в амбулатории, лучше обратиться к специалистам, если вы не знаете точно, как удалять клеща. Потому что, когда мы воздействуем на клеща токсическими веществами, он начинает выделять вредные вещества, именно непосредственно больше всего начинает выделять вредные вещества. Поэтому клеща удалять нужно необходимо пинцетом или ниткой, захватить аккуратно у шейки и потихоньку покачивая, вытаскивать его. В 22-м году на территории Российской Федерации было зарегистрировано более 170 тысяч случаев укуса клещей. 17 человек погибли. Большинство из них были укушены клещом-переносчиком такой серьезной болезни, как крымская геморрагическая лихорадка. Это природно-отчаговая и опасная для жизни инфекционная болезнь. В нашей республике с 2004 по 2008 год зарегистрировано 6 случаев крымской геморрагической лихорадки. Из них 5 случаев это летальные, то есть 83% летальности было. В этом случае симптомы будут отличаться от обычного укуса клеща. У зараженного начнется озноб, жар, повышение температуры тела до 39-41 градусов. Сильная головная боль, боли в мышцах и пояснице. В этом случае самостоятельно предпринимать ничего нельзя. Необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Во избежание таких случаев издано постановление главного государственного санитарного врача по республике Ингушетия о проведении противоэпидемических мероприятий. Это противоклещевые обработки, но также человеку необходимо проводить и самоосмотр. Многие жители республики пренебрегают этим правилом. По приходу домой обязательно осматриваю кожу, смотрю, нет ли каких-либо изменений. Если есть какие-то изменения, либо покраснение, чесотка, что-либо такое, нужно просмотреть свою кожу. Я тоже просматриваю. Сейчас для каждого важно обезопасить себя и своих близких. Отправляясь на природу, не стоит забывать о таких мерах безопасности, как спрей, отпугивающие насекомых и длинная одежда светлых цветов, чтобы легче обнаружить маленького паразита. Мадина Цоро, Малика Измайлова, Асхаб Белокиев, Новости 24.